Приветствуем вас в эфире русской службы «Голос Америки». С вами корреспондент Алексей Горбачев. Прямо эфир проходит у посольства России в Вашингтоне, где сейчас проходит акция, посвященная международному, точнее российскому, Дню памяти жертв политических репрессий. Сотрудники посольства, они вызвали полицию. Традиционно представители российского посольства всегда, когда здесь проходят акции, почти всегда они вызывают полицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Который спрашивает, где наши акции? Вся ли Ваша акция? Мы хотим поддержать наших коллег. Это двое журналистов из СМИ Росбержавы в России. Сейчас они больше года сидят под стражей, находятся под стражей и ждут судебного решения. Задержали их за то, что они расследование вели по похоронному бизнесу в Московской области. В похоронном бизнесе, естественно, участвуют какие-то лица из ПСП, из других внутренних органов, из министерства внутренних органов, полиция, действующие сотрудники полиции, бывшие сотрудники полиции. Что-то еще рассказать? Как долго прогрессация? Не знаем, пока силы есть, будем стоять, естественно. Можно постоять, да? Здесь не запрещено стоять? Я не имею полномочий. Что вы не имеете? Я не имею полномочий. А полномочий по поводу? А ты просто попросил, 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 попросил. Снимать видео с разных сторон, подойти, поспрашивать, а что вы делаете, а цель ваша? Ну, все как всегда, как все как красиво. Как будто обычные люди, которые проявляют интерес. На самом деле, мне кажется, было бы совсем все по-другому, если бы у них были там... Сейчас возле, в Москве, если бы стоял, было бы по-другому. Вот, аналогичный плакат был недавно у ребят в Москве, на площади стояли. И буквально там через минут 10, наверное, через сколько? Одного минуты не прошло. Одного минуты, а потом человек 8, или сколько полицейских. На машине даже пришли, забрали, и так далее. За один такой плакат. Я думаю, если меня так же здесь сделают, то тоже будет очень интересно показать, что вот в Америке тоже так ненавидят тех, кто пикетирует, но пока что никто не пришел. Ни одного. На, Дим, проезжали полицейские? Нет, не переезжали сейчас. Не, проезжали мимо? Я не знаю. Вот проехал, вот проехал. Только что проехал, да? Вот проехал, да? И что, и не остановился? И документики не проверил? Полиция, полиция, Дима, снимай. Полиция, полиция, полиция. Там банды идут. Банды идут. Там, справа от меня уже люди выходят. Вот как раз они тоже подходили. Все, идет баннер. Александр? Да. Не знаю, не знаю, с какой стороны. Здесь ребята тоже стоят за дорогого. Правда, здесь написано на один плакат на русском. Так я, а не могли бы вы как в России сделать, да? Пашка, у меня тут все равно манья чуть будет. Так что вот так. Короче, ждем, как будет разворачиваться событие. Из русского посольства вышли ребята, как в полосатых майках. Вызвали полицию американскую. Полицейский американский подошел. Что-то с ними сейчас какие-то вопросы решает. Сегодня эта акция не только о жертв политических репрессий советского периода, но и о политических заключенных, которые есть сейчас в России. Я напомню, что по данным правозащитников в России более в районе 500 политзаключенных. И сегодняшний пикет, я вот сейчас попрошу оператора перевернуть камеру и показать вам. Он посвящен российским журналистам, блогерам Яну Котелевскому и Александру Дорогову. Они были задержаны летом прошлого года. Их обвинили в вымогательстве. А блогеры занимались... У них был YouTube-канал. Они занимались публикацией интернет-расследований о коррупции в подмосковной полиции, о коррупции в похоронном бизнесе подмосковья. Организаторы акции говорят, что дело не стало таким же раскрученным, как, например, ситуация с Иваном Голуновым, но на самом деле она не менее вопиющая. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, почему вы сегодня решили привлечь внимание именно к этим двум журналистам? Да, меня зовут Павел Цибуляк. Это мои коллеги Ян Котелевский и Александр Дорогов. Мы с ними вместе работали в СМИ Росдержава. И буквально еще в прошлом году, когда это все происходило, они опубликовали свои расследования, в том числе на YouTube-канале. И они опубликовали расследования с похоронным бизнесом, и после этого их стали преследовать и арестовали, и до сих пор держат без какого-то судебного решения под стражей. Почему сегодня? Потому что сегодня посвящается день всем политзаключенным, и мы решили тоже в этот день заявить о том, что и в нашем кругу, в нашей профессии лично, мои коллеги тоже есть и пострадали, и страдают по сей день от действий репрессивного государства. Спасибо большое. Я хотел бы добавить, что после задержания, после ареста их посетили члены ОНК, и они подготовили доклад, согласно которому у Александра Дорогова зафиксировали целый ряд последствий избиения. Это, в частности, у него были отбиты ребра, разорвано ухо, повреждена нога и предплечье. Также его одежда, по словам правозащитников и адвокатов, была в пятнах крови. Сотрудники посольства, они вызвали полицию, и сейчас полицейские просят активистов отойти, потому что формально вот эта вот плитка, на которой стоят люди, формально это является территорией российского посольства, хотя здесь нет забора. И традиционно представители российского посольства всегда, когда здесь проходят акции, почти всегда, они вызывают полицию и просят людей, чтобы они отошли оттуда. Сейчас посмотрим, что скажут полицейские. Я также хотел бы добавить, что сегодня суббота, и люди, которые регулярно проходят, они читают надписи на английском языке, американцы спрашивают, почему эти журналисты были арестованы в России, почему в России журналисты не могут выполнять свою профессиональную деятельность и интересуются сегодняшней акцией. Какие информации вам нужны? Какие информации вам нужны? Мы просто нужны, кто здесь, кто здесь протестит, о том, что это происходит, и я хочу спросить, что это их домик, поэтому я просто хочу, чтобы вы уходите на стороне. Нет проблем, но они позволяют нам оставаться здесь, и... Они просто просили меня, чтобы вы уходите. Я не могу спросить, чтобы вы уходите, но вы должны уходить на их домик. Они говорят английский? Они говорят английский? Они могут спросить себя? Ну, секретный сервис – это полиция для всех эмбассий, поэтому мы очень любим обеспечивать демонстрацию. Какой назван этого группы? Насколько назван этого группы? Я не могу это читать, извините. Это exact translation. О, ой, 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 ой. Спасибо большое. Короче говоря, Чок Рейс, вот американцы, полицейский, подошел и говорит, что... Я же говорил, что мы на русском, типа, на русской земле стоим, да? Вот здесь вот. Вот, Серега-то наступил на две плиночки русской земли. Значит, поссать можно. И душу пока. Короче говоря... Сколько людей вы ожидаете? Сколько людей вы ожидаете? Аааа... Только... Сколько таких. Сколько таких. Сколько таких. Сколько таких. И вы пытаетесь освободить этих людей, я думаю? Да, да. Эти люди – наши друзья. Это журналисты, наши друзья. И сейчас они в письме в России. Камера-демон есть, да? Хорошо. Аааа... 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 Нет, ничего. Хорошо. Аааа... Планируешься на святой зеркаливании? Что ты имеешь в виду? Ааа... Ааа... Вдруг пытаясь обрежать. Нет. Хорошо. Хорошо. Это должно быть хорошо. Спасибо. Ааа... 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 Минуты часы, я думаю. Минуты часы? Ааа... 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 В общем, и... Я говорю, а можно на сайдволк встать? Типа вот сюда из сайдволк? Ну, типа тротуар. Он говорит, ну как бы это тоже их праперти. Я говорю, типа, это российское посольство. Он говорит, да. А я говорю, то есть это наши праперти, потому что мы же граждане России. Он такой, ну типа да. Вот. Но они вас просят все равно уйти. Вот. Я его спросил, это законное требование или вы просто просите? А он сказал законное требование. Они все двигаются одинаково. У всех ручки. Ручки сзади вот это вот, это ФСБшная тема. Видели, да? Постоянная сумочка какая-то маленькая там. Ну, я не знаю, с заначкой, чтобы подкинуть что-нибудь. Даже, даже тур в Америке, они все равно по тем же сценариям действуют. Все, заново супал, ребята. Как в России. Заново. Сейчас. Приготовьтесь. Приготовьтесь. Отойдите, чтобы они не сказали потом, что мы говорим. Может быть специально, да. А то он, знаешь, вот такой вот угол поворота дал. По лампам поедет. Лучше в одиноких... А я даже не знаю, это митинг или пикет, Паш? Что вы? Ну, где вы? Протестная акция, я думаю. А? Протестная акция, я думаю. Протестная акция, да. Это город Вашингтон, это российское посольство. Вот что-то выезжает. Ну, они, видишь, все снимают. Да, снимаем. Почему вы? Они пристегнуты. Пристегнуты. Вообще, ревнем безопасности. А, почему скрытая? Она же открытая. Открытая. Зато вы в онлайне. Давайте перетягиваться. У кого скрыто, у кого онлайн. Голос Америки был в прямом эфире от российского посольства США, где сегодня активисты требуют и блогеры, которые уехали из России по политическим причинам, требуют международного внимания к судьбе Александра Дорогого и Яна Котелевского, которые сейчас находятся в СИЗО по обвинениям в вымогательстве. Но активисты утверждают, что эти обвинения были вымышленные. На самом деле, они пострадали за проведенные ими журналистские расследования. Россиянские россияне идут? Продолжение следует. Вот сейчас две сотрудницы посольства, видимо, сходили в посольство, и они, в общем-то, так на нас посмотрели, они одели масочки, чтобы их лица не попали на камеры, и они так на нас посмотрели, типа, я на них смотрю, улыбаюсь, вот, они на нас смотрят такие, типа, с грустным видом, и капец, как будто мы, ну, враги народу. Хотя, не бойся, они сами пошли, купили шмоточек сейчас в американский магазин, принесли их сюда, и потом полетут в своем рот с книжечкой дарить, и их рот книжки, я уверен, не будут получать, но иначе. Свободу полить заключенных! Друзья, вот от самого российского флософства, наверное, тут Майнкрафт. Модерна, модерна. Мышка наружка. Вот, видите, мышка наружка. Друзья, я не знаю, впервые или нет, но габня начинает настигать во всех точках мира. Я очень надеюсь, что они опять накосячатся новичком, и что я не умру. Вот, и вообще никто не пострадает. Вообще они оставят эту плохую идею травить людей новичком. Вот. Но это не точно, поэтому это, возможно, мое последнее видео. Вот. Но Путин вор, мусора позор России, Россия будет свободной. Свободу полить заключенным. Смотрите, она вот перешла на саму дорогу, постояла на светофоре. И она, видимо, не знаю, поняла, что ее засекли. Она перешла, пошла в другую сторону, чем мы. Но сейчас ее должен по закону жанра сменить кто-то другой. Все не все так просто. То есть даже на другом конце света у них есть какой-то специальный, видимо, отдел, который вот не только из трех гопников на территории посольства, но и состоит, наверное, из каких-то вот таких дамочек, которые туда-сюда могут ходить и что-то выведывать. Или выведывать, или, я не знаю, что-то там пронюхивать, вынюхивать. Но, видать, как это. А как эту бабу звали? Слушай, которая депутаткой была. Которая депутатка хотела стала. Как Бутина. Как Бутина. Вот таких, как Бутина, видать, тут. А, Бутина. Вынюхивают, что-то ходят около посольств, вынюхивают. Мотор. Друзья, пожалуйста, призываю вас всех выходить с плакатами в поддержку наших ребят на улице своих городов. Выходите в законные, абсолютно мирные, одиночные пикеты. Выражайте свой протест против действий мусоров, которые посадили невиновных людей в тюрьму. Вместе мы добьемся справедливости. Снимайте себя на видео и присылайте видео нам. Мы их обязательно опубликуем в поддержку ребят. Спасибо вам большое. Всем удачи. Всем пока. Россия будет свободной. Свободу полет заключенным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok